Николай Иванович, фамилия Вигер. Я директор небольшой компании. По масштабам Москвы это микрокомпания. Примерно в районе 100 миллионов рублей. Это примерно дюжина специалистов Вознякового ФТИ. И так как я бывший главный конструктор старой советской времена, то основной контингент, с которым мы работаем, это конструкторские бюро, это проектные организации, это научные организации. Мы занимаемся, скажем так, системой виртуальной реальности профессионального уровня. Это значит, что стоимость нашей системы в районе где-то от 300 до 1,5 миллиона евро. И занимаемся, скажем так, системой профессионального уровня. То есть, к сожалению, системами того уровня, которые требуются в социальном бизнесе, у нас, скажем так, практически нет. Хотя мы тоже, в случае необходимости, имеем возможность продавать и шлемы виртуальной реальности, и прочие, так сказать, более простые системы. Миссия компании это информационно-аналитическая и инструментальная поддержка процессов подготовки и принятия стратегических, оперативных и проектных решений с использованием полномасштабной технологии виртуальной реальности. Элит виртуальной реальности. Наша компания называется Virtual Environment Group, что означает, собственно, виртуальное окружение. Термин полномасштабная технология виртуальной реальности. Это новый термин, возможно, но не все его даже встречали. И так как мне сказали, что здесь целевая аудитория был студент, бизнесменов, я в основном хочу подвести к пониманию того, что такое полномасштабная технология виртуальной реальности. Потому что, честно говоря, даже в интернете и даже в Википедии вы не всегда найдете, что это такое. Николасова. Сейчас. Здесь примерно решение, которое мы продали по стране. Как видите, в основном это где у нас еще выжили проектные и наручные организации. То есть это Москва, Питер. Что касается остальных городов, то там только первые пилотные проекты запущены. Здесь показаны проекты стоимостью свыше 300 тысяч евро. Мелкие проекты здесь не показаны. Это примерно получается, наверное, наше решение. Начать я хочу с когнитивного вызова, который дает нам министр Гавриев. Это то, что основное, что будет решаться в данном веке, это будет связано с человеком. Это уже понятно, раз тут социальные инженеры и социальные бизнесмены, то это уже понятно. И прорыв решения, который дает нам время, будет связан с информационными и конъединительными технологиями. Ну и есть формы реализации данных технологий, связанных с суперкомпьютингом и полноштабными технологиями, это амориализм. Начать я хочу немножко издалека. Возможно, это неоправданно, но, возможно, оправданно, если здесь есть студенты. То есть я начну с того, что попытаюсь показать на этом слайде наручную картину со своими новыми. Смысл этого слайда заключается в том, что мы вспомнили ту наручную картину, которую мы изучали, так сказать, на секунду теории, которая заложена нам под сознанием. Это примерно, значит, диапазон от минус 33 до 10-27 степени. И то, что мир системы, оно выступает как мир системы. То есть имеются структурные организованные единицы по всему, через человека, как галактика. Зачем это, я сказал, скажем, непонятно немножко дальше. Дальше вспомним, давайте, линейный образ планетарного образования. То есть мы идем в развитие, так сказать, от более мелких элементов, более крупных, как в той современной, так сказать, наручной картине мира, то есть когда перечный взрыв, и дальше идет развитие системы. Так и в эволюции неживой и живой материи. Здесь мы покажем, показываем, выявляющийся модель по данной эволюции, которая показывает появление очень интересного объекта под названием техносфера. Ну, собственно, на техносфере я хотел бы остановиться. Это та научная картина мира, которая позволяет нам описать и понять всю окружающую действительность в рамках, так сказать, одной системы технологии. И понять, что наша деятельность заключается именно науках по гузенькой пленочке данной техносферы, которая и наша задача, которую мы решаем в те времена, и наше решение, определяется именно состоянием данной техносферы. Здесь показан образ эволюционной, так сказать, древой эволюции, или... Назовем это дерево эволюции. Зачем это я показал? Я хотел показать, что развитие как технических систем, так и живых систем идет от более низких подсистем, от более высоких подсистем. Мне хотелось сократить просто текст из-за того, что изменился, так сказать, континент. Студент, как я понял, один-два человека, поэтому я постараюсь ускорить прохождение данного самого этапа. Мы... Мне хотелось бы показать, что в процессе эволюции спормируется такой очень важный момент, как опережающее отражение. Это опережающее отражение является имманентным свойством материи. Вот здесь, на самом деле, эволюция, можно условно увидеть ряд организмов, которые скромнировались в процессе эволюции. Ну, начнем там, предположим, землородные, человек, возьмем для примера. Значит, ну, возьмем ловокомонную тастоперыву и, ну, хотя бы сами, ну, сами предположим, возьмем. То есть, в принципе, на каждом уровне системной организации живых существ мы наблюдаем такую картину, что каждое живое существо, оно вписано в определенный ареал, так сказать, окружения, материальное окружение, в котором оно уже выжило и существует, и взаимодействует именно с этим, так сказать, окружающим ареалом. Что это значит? Это значит, что органы чувствуют любого существа, они заточены и конкретно определяют то взаимодействие, которое позволило ему выжить. Ну, возьмем рыбу, которая имеет холд и которая может взаимодействовать с окружающей действительностью, без абсолютно видимого света, на глубине. Затем возьмем, предположим, земновую лягушку. Лягушка видит только пролетающую мимо муку, то есть, она концентрирует только на движущейся объекте и воспринимает именно этот движущийся объект, а не окружающие его предметы, там, и неподвижные какие-то вещи. Ну, человек – это особое существо, оно воспринимает как видимый свет, так и воспринимает звук, там, в регионном диапазоне. Но ясно, что эти диапазоны, они весьма ограничены и кардинальным образом отличаются от того, предположим, гиппозона рассветия, которое имеется у змеи. Змея воспринимает мир вообще, совершенно с другой точки зрения. Она видит, я поделюсь, в микрофлазном свете, и я понял. Именно этот момент был замечен, и если такой психолог-экспирт дал понятие, он определил именно вот эту особенность живых существ, как умвельт. Умвельт – это картина мира с точки зрения, с точки зрения любого живого существа на своей, так сказать, экологической нижней. Если бы, ну, социальные психологи, я думаю, услышали об этом термине. Понятие умвельта позволит нам потом понять более точное, что такое виртуальная реальность. Ну, это я пропущу. Просто-напросто есть образ очень оригинальный. Это ожерелье инга, когда в одной капле отражается, в одном элементе этого ожерелья отражается весь мир, и наоборот. Это очень оригинальное понятие, которое выработало древние философии Индии. Но современная философия, она позволяет это же самое трактовать уже как то, что в каждом живом существе отражается именно тот умвельт, который его окружает. Это нужно, ну, это вот особенность, я скумканно, но я посрался перед этим. Теперь давайте рассмотрим, как работает уже восприятие, то есть умвельт человек. Первый этап у нас сенсорный мотор, то есть мы воспринимаем через сенсорный канал этого человека и информацию мозга, рекомендует эту информацию, чувственные сигналы по своему действию. Если внимательно осмотреть, как это происходит, мы в голове человека ничего не видим, кроме как отдельных импульсов, которые подпекают по отдельным, так сказать, его элементам в мозге, как сонок там, и нервного кончаяния, где выглядают. Второй этап. На этом этапе у нас происходит перекодировка чувственных сигналов, нейрофизиологические импульсы, которые воспринимают само звезды полуроза символов. Второй этап, чуть более подробно, то есть идет уже, как бы, раскассирование этих чувственных ощущений, непосредственно уже восприятие целостности, как мерное и подобное. Третий этап включается аналитическое. Операция перед информацией направляется на образец и создается образно вербально-формационное сердце. И четвертый этап геннистический, то есть когда мы все это выражаем в виде либо слова, либо действия на это слово. Здесь показаны ложные циклы зрения. Собственно, этим самым я хотел сказать, что в принципе мы видим только то, на что у нас заложены предпосылки. То есть визуальный кольц осуществляется в виде паттерна с использованием движения глаз. Как это происходит в действительности? Ну, предположим, человек находится в джунглях и видит определенные желтые блики. Наличие у него, собственно, этих самых предустановок, паттерна, он же мгновенно распознает за этими желтыми бликами движения хищника, там, тигра или еще кого-то. Таким образом, мы видим не совсем то, что нам дают органы чувства, а видим только то, на что уже имеются заложенные нас паттерны. Здесь показаны на этой картинке соотношение умвельта и, собственно, виртуальной реальности. То есть здесь мы что видим? Мы видим, что умвельты могут быть различными не только в отдельных классах или видах животных, организмов или живых существ, но они, в принципе, могут быть различными и в отдельных социальных людей, то есть в отдельных статах этих людей. Они абсолютно разные. Поэтому виртуальная реальность, она должна формироваться и формироваться непосредственно в рамках того конкретного определенного ульта, для которых она создадается. Это очень важный момент для понимания виртуальной реальности. Здесь мне хотелось бы просто засчитать базовое определение виртуальной реальности, которое, собственно, я разработал или которое составило человек, занимающийся вполне конкретными земными вещами. Это кто-то желающему посмотреть сайт виртуалистики, который продолжает вести последователя Николая Аносова. Это специалист, который занимался проблемами собственного создания тренажеров для пилотов распределительной реакции. Очень важное это определение, мне хотелось бы его засчитать, хотя бы частично. Виртуальная реальность – термин, характеризующий особый тип взаимодействия между разнородными объектами, располагающимися на разных иерархических уровнях, а также специфические отношения между ними, порожденности и интерактивности. Объекты виртуального уровня порождаются объектами ниже ближайшего уровня, но, несмотря на свой статус порожденных, взаимодействуют с объектами порождающей реальности как антологически равноправные. Совокутность виртуальных объектов относительно порождающей реальности образует собственную виртуальную реальность. Виртуальные объекты существуют только актуально, только здесь и теперь, пока в порождающей реальности происходит и не вредущий процесс. То есть порождающая реальность, она принимает константную реальность, и, собственно, виртуальная реальность. Здесь показано, можно видеть кентавра, то есть они существуют только вместе. Что? Есть? А, уже есть? А, сейчас понял. Ну, тогда ускоряюсь. Дальше я очень коротко хотел сказать о структуре технологических укладов современных, с тем, чтобы рассказать о важности технологии виртуальной реальности. Если посмотреть на шестой технологический уклад, который в настоящее время, собственно говоря, осваивается современной техносферой, то внимательно на рассмотрение каждой позиции мы видим, что оно невозможно реализации этой позиции, то есть реализация нового направления. Невозможно ли технологии виртуальной реальности? Важности и актуальности можно еще показать слайд, приликеты в дату, то есть система визуализации там является одним из пяти. Дальше буквально пару слов о проектной альтитуде. Не могу перескать о проектной альтитуде. Проектная альтитуда, чтобы было понятно, она чем-то напоминает вот то начальное слайд, когда я показывал так сказать альтитуду непосредственно всего нашего мира. То есть подход. Ну, простейшая проектная альтитуда. Мы проекируем дом, если мы проектируем дом, нам нужно обязательно трехуровневые проектной альтитуде предусмотреть, вписать этот дом в улице, ну и мы, естественно, должны знать, из чего мы делаем это. То есть элементная база. То есть это трехуровневые проектные альтитуды. Когда я учился в институде, было пятье уровня, проектная альтитуда. Сейчас это примерно 11-13 уровня. Это альтитуда, собственно говоря, во времени. То есть разворочный концепт, так сказать, жизненного цикла. Это тоже, то есть, в настоящий момент, пяти уровня какого-то альтитуда. Но имеет место сейчас переход к новой проектной парадигме, где уже будет не пяти уровня, а минимум девяти уровня. Но это отдельная тема. Системный подход. Буквально пару слов, чтобы понять роль и значение технологии виртуальной реакции. Здесь в системном подходе каждый вид своё, но проблема как бы одна. И чтобы показать именно эту проблему, требуется так называемый подход междисциплинарности. Подход междисциплинарности можно реализовать и решается именно с помощью технологии виртуальной реальности. Как это делать, я уже не успеваю рассказать, но как я бы сказать, вторую проблему, это сложность, которая на свое время является определяющей. Она тоже решается с помощью технологии виртуальной реальности. Николай Иванович, может, вы расскажете про то, что делает именно ваша группа с проектами с университетами? Потому что время у вас правда уже заканчивается. Ну, это самое. Я думаю, что я не буду об этом уже рассказывать. Здесь примерно показано, как выглядят технологии и программ аппаратных комплексов виртуальной реальности. Я тогда просто немножко поговорю о базовых применениях, об основных применениях технологии виртуальной реальности, а именно управления требованиями, коллаборичность, совместное принятие решений и виртуальное проектирование. Это три главных направления применения технологии виртуальной реальности. Управление требованиями или модели ориентированные проектирования это предложено новое довольно-таки направление заключается в том, что прежде чем проектировать что-то, прежде чем создавать какую-то систему, создается виртуальный прототип или виртуальная модель данной системы, то есть прежде чем разрабатывать конкретные корабли или конкретные самолеты, берут, создают его модель и с помощью инверсионного моделирования прорабатывают эту модель на предмет того, как он пишется в современную сетецоцентрическую картину боя или как он будет, нужен ли он современному системе вооружения и выдержит, сколько секунд он выдержит или минуты выдержит в современном бою, нужен ли он вообще. Это значительно сокращает затраты на создание современной продукции. Совместное принятие решения, я пытался подвести к этому пониманию, говоря о междисциплинарном подходе и о возможности к новой векторной реальности, когда мы можем организовать многоуровневую артитуду проектирование с помощью технологии векторной реальности. То есть, когда мы за одним столом посадим специалистов с различными умертами, то есть, специалистов микробиологии, специалистов в социальных науках, специалистов макро дисциплинах, биотектоники и заставить их работать или научно их работать над одним им проектом. Виртуальное прототипирование это довольно простая вещь, это когда обычное макетирование, которое стоит достаточно дорого и достаточно даем и требует больших переменных затрат, мы их делаем с помощью виртуального прототипа. при наличии соответствующих примитивов можно сделать достаточно быстро, легко и просто отработать все вещания с сложными техническими изделиями непосредственно виртуальном пространстве. Ну, это примеры. Простите, нельзя вот примеры хотя бы один? Ну, хорошо, я дойду до примеров реализации уже непосредственно в МПУ, раз меня попросили, я скажу об этом. А? Не понял? Две минуты, мало чего. Две минуты, хорошо, я вас уверен. Здесь в области обучения не понял. Обучение не говорит, да? Не говорит, хорошо. Очень интересно. учитывая, что здесь социальные бизнесмены, я сейчас расскажу на пять минут дольше о том, как применялась технология реальность и события в Ливии. Очень коротко, фрагментарно, два-три слова на каждой слайде. Разрабатывается общая теория процесса, затем дорабатывается для прикладной теории непосредственно для социальной системы данной страны. это чисто технические моменты, которые позволяют найти конкретные решения. Дальше ведется персональный анализ благосферы. Выделяются группы и способы влияния данной группы. Вот здесь показана практическая благосфера, которая выделяется опять-таки с помощью технологии виртуальной реальности и может быть оценена как количественно, так и качественно. Качественно показано цветами, количественно можно вредный вес посчитать и человеком. Дальше определяются френды, то есть, грубо говоря, определяются способы воздействия на теории и на социальные группы и уделяется цена вопроса, то есть, сколько будет стоить влияние от однотуре на социальные группы. А это вот, собственно, одна картинка, которую можно было наблюдать на двух кораблях, то есть, в Ливии были постаны два корабля, на каждом из которых были рабочие места для персонала, который управлял в логосферах или задавал этот тон в логосферах в Ливии. А все это дело можно было видеть на таком гигантском плоском экране и контролировать появление каких-либо откликов на тот или иной тег. То есть, мы бросаем тег в логосферу и смотрим, каким образом данная логосфера реагирует на данный тег. И двери в виртуальной реальность. Собственно, это можно увидеть только с помощью технологии виртуальной реальности. То есть, мы видим, в визуализации, мы видим все это дело в виртуальном пространстве. и так как мы видим здесь есть цвета и мы можем оценить веса. Это упрощенно показано, на самом деле это все центр управления, там все детально проработано, все-таки можно видеть не в таком упрощенном виде, как я могу. Мы не разрабатываем технологию и мы не занимаемся анализом. Мы создаем системы для проектантов под любые задачи. То есть, мы изучаем технические условия, требования данного заказчика всегда в этой системе. Но это софт, да? Это программно-аппарадные комплексы, потому что система виртуальной реальности это программно-аппарадный комплекс. и подзадачи, и подзаказчика. Но в конце концу идет планированная операция, то есть кому бомбы, а кому печеньки с деньгами и тому подобное. Ну это примеры решений, которые собственно мы выполняли для заказчика, просто не каждого заказчика я могу здесь привести, я привел к слайде, зарубежных услышал. Но подобного рода решения мы все для кого-то реализовали. Примерушка? Да, все. Ну хорошо, ну вот примерная стоимость нашего проекта МГУ Макавая стоимость порядка 40 миллионов рублей. это КЭИФ это четырехэкранная система, которая позволяет решать задачи в том числе социальных психологов. А конкретно что вы делали? Конкретно это книги. А что вы там делали? А что вы там делали? Мы собственно сделали сам КЭИФ то есть мы поставляем оборудование. Две минуты пока я получаю сентябрь? Да, тогда вопросы. А в предыдущем проекте, который показывали? В каком? В этом, где экранчик замечательный и на мобильевых горах? Мобильевых горах это тоже наша постройка полностью. Мы поставляем и системы и программные продукты, которые нужны были данным заказчикам. А также сопровождаем данные проекты. То есть сопровождаем как они достаточно сложные и сопровождаем эти проекты в режиме суточного сопровождения. Можно еще раз поставить? Да, ради вам. Вы сказали про интересное управление для меня для инженера и Бауз с балансами тоже. Сверху про системную инженерию. Это очень интересная и важная вещь. Я знаю, что и Росатом очень активно 6D занимается проектированием. Где вы здесь? Мы как раз сделали для Росатома пионерские работы частью реальности. Как вы связываете цикл проектирования продуктов системной инженерии? У нас поставки если Росатома наша оборота как мы связываем? Мы опять-таки не связываем. Мы не занимаемся системной подход. Я использовал только для того, чтобы показать роль и место виртуальной реальности. То есть как бы визуализация развития системы на протяжении жизненного цикла. Это мультимодальный интерфейс. реализовать системный подход без технологии виртуальной реальности невозможно. Именно потому, что все эти уровни и люди и процессы и тому подобное они могут быть связаны в единое целое с помощью определенной технологии. Таковой собственно является технология виртуальной реальности. Я бы планировал для этого использоваться КАЦ-системы в первую очередь? Я понимаю КАЦ-системы это рабочие инструменты которые могут быть отображены через глобар а работают там проектанты проектные группы и именно проектные группы и проектанты каждая обладает своим номером и чтобы это дело заставить работать как единое целое поединенное заключение нужно связывать. Технология связывания это и есть технология электронной реальности или технология мультимодальных интерфейсов потому что мультимодальный интерфейс понимается гораздо больше более широко чем технология собственной электронной реалии но электронные реальности нужны маркетологами и продать хорошо известные старые подходы под гриппа на самом деле у нас в Советском Союзе существовал институт целый где работало чуть ли не 200 научных сотрудников, а от докторов до кандидатов. Это был институт Матимандарии, Тахеса, в Санкт-Петербурге. Мы сейчас переходим к логике. Может быть, пора? Если есть еще? Один из слайдов был про технологические укладки. В данном случае это было не совсем. Это было по-малинецкам. В любом случае, про технологический уклад и в дальнейшем один из пунктов является технология виртуальной реальности. Нет, не технология полномасштабной виртуальной реальности, о которой я не успел сказать, потому что время терапива и, оказывается, доклад написался в вашем ряде. Полномасштабная технология виртуальной реальности – это такая технология виртуальной реальности, то есть это такой мультимандальный интерфейс, который охватывает… Вот помните, я говорю о глубине проектирования, либо об альтитуде проектирования. Приходим 12 уровней. Вот если вы на каждом уровне создаете именно виртуальную реальность, у вас появляется интерфейс взаимосвязи между всеми этими уровнями. Вот на первом уровне у вас сидят свесористы, вот Бамман если есть, он знает какой-то, так сказать, распад. Какой? Распад. Атомы. Или даже, может быть, это три частиц. Вот он сидит. У него свой момент, он знает по этим распадам. Но он ничего не знает о климатических требованиях или специфических климатических условиях, где вы строите одну станцию, понимаете? И вот нужно собрать специалистов, которые каждый со своими тараканами в своей сфере, и организовать между ними взаимодействие. Вот организовать между ними взаимодействие, наладить между ними, так сказать, контакт. Причем наладить контакт не просто как человеческий контакт, когда мы познакомимся с нужным человеком, у нас будет всем человеческий контакт. А мы должны пользоваться, извините, каткам карьеры, мы должны проектировать. Вот как раз у меня вопрос. Это больше имеется в виду разработка астенсивных систем следующего поколения, ну там, киберфизические системы и тому подобное, нежели... Ну, то есть виртуальную реальность в данном контексте вы употребляете просто канал коммуникации в зернах? Да, получится как-то на коммуникации. И на самом деле главный основной вопрос был, он касался про дополненную реальность. Какое ваше отношение к данным технологиям? Ну там я пролистал один слайд, да, да, да. Вообще-то я сейчас уже о дополненной реальности говорят, так сказать, ну, это не совсем правильный термин, то есть сейчас нужно говорить о смешанной реальности. Да, смешанной реальности. Это, грубо говоря, теорема о том, стакан либо слишком полон, либо на половину толстых. И поэтому более правильно говорить о смешанной реальности. Это направление, ну это специфическое направление, оно не замещает, оно дополняет. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.